МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Уркин Медиа в студии Ольга Сивоха. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Преступление в сети. Несколько балхашцев стали жертвами интернет-мошенников. После получения денег она заказ не отправила. Городской дозор. Балхарская полиция набирает добровольцев-помощников. Будут поощрены благодарственными письмами, денежными премиями. Быстрее, выше, сильнее. Легкоатлетки Балхаша стали чемпионками области. Хочу добиться еще больше результатов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Балхаше активизировались интернет-мошенники. С начала года в полицию обратились уже трое пострадавших. Люди идут на виртуальную сделку, перечисляют деньги, но обещанного товара так и не получают. Доверчивые балхашцы отдали мошенникам от 10 до 85 тысяч тенге. Как не попасть в сеть преступников, расскажем в сюжете. Кристина Вализер к покупкам в интернете теперь относится с опаской. Недавно женщина заказала через социальную сеть для дочки два зимних комбинезона. На сайте был большой выбор. Это и привлекло покупательницу. Связалась с продавцом, перечислила 32 тысячи тенге. На следующий день телефон приветливой поставщицы оказался отключен, а профиль клиентки заблокирован. После получения денег она заказ не отправила. Написала, что заказ готов к отправке и заблокировала меня в инстаграме. Начали менять название, да, сайт начали меняться. То был детский городок, потом скидки-скидки, потом распродажа. Никуда не обращалась, смысла нет, мне кажется, не найдут. Некоторые пострадавшие все же идут к правоохранителям. С начала года в полицию обратились уже три человека. Одна жительница города пыталась купить в интернете медикаменты за 25 тысяч тенге. Перечислила половину суммы, и продавец перестал выходить на связь. Еще две женщины заплатили 60 и 85 тысяч тенге за щенка и кольцо. Но товары так и не получили. В прошлом году таких фактов было восемь. Чтобы не стать жертвой интернет-мошенниства, откажитесь от сомнительных сделок в социальных сетях. Не соглашайтесь на предоплату при покупке и продаже имущества через бесплатные интернет-порталы. Не переводите деньги неизвестным лицам через анонимные платежи системы. По словам специалистов, вычислить интернет-мошенников очень сложно. Они постоянно меняют телефоны и номера. В среднем ежегодно преступникам удается выманить удоверчивых граждан около 15 миллиардов тенге. А раскрывается лишь каждое третье дело. Поэтому при покупках в сети нужно быть осторожнее и тщательно проверять продавцов. Улицу Казбековой уже пятый день топит холодной водой. Питьевая залила проезжую часть. Сегодня на место аварии выехали специалисты Балхашсо. Разобрались ли коммунальщики в причинах потопа, узнавали наши корреспонденты. Родник из-под земли на улице Казбековой бьет уже пятый день. За это время несколько сот метров проезжей части превратились в ухабистый каток. По словам местных жителей, аварии на этом участке происходят каждый год. В это время проехают постоянно. Там колодец, видимо, он постоянно заполняется и выходит. Устраняют, да, обязательно. Машины постоянно тут роют всё это самое. С четверга я заметил. Ну, я живу вот на этой улице, поэтому мне по-другому иначе никак ходить нельзя. Специалисты Балхашсо прибыли на место аварии только сегодня. Как выяснилось, произошёл прорыв старой трубы, которая находится глубоко под землёй. Участок водовода залатали. На время работ без воды остались 25 домов. По городу аварий много. 56 аварий. Сегодня только освободились. Сделали там. На 17-м авария была. Сегодня сделаем. А чтобы подобная авария не повторялась, по словам коммунальщиков, нужно полностью заменить трубу на новую. Произойдёт ли это в этом году, пока неизвестно. Предприятие ещё составляет список аварийных участков и ремонтных работ на 2018-е. Балхашскую землю сдадут в аренду. На конкурс выставят 17 земельных участков. Претендовать на них могут только те, кто планирует заниматься на территории сельским хозяйством. Конкурс на передачу земельного участка состоится 9 февраля в 4 часа в городском Акимате. Желающие поучаствовать должны обратиться в отдел земельных отношений, архитектуры и строительства с заявлением до 8 февраля. В нём нужно предоставить бизнес-план, указать имеющуюся технику и количество скота. После на конкурсной основе претендент сможет получить до 2,5 тысяч гектар земли в аренду. Все участки в северной части Балхаша и посёлке Саяк. На сегодняшний день для участия с заявлением обратились 6 человек. Могут участвовать граждане Республики Казахстан, также в Романе. В 2017 году было выделено около миллиона тенге на изготовление земельных проектов для предоставления земельных участков подсельхозпроизводства, где были разработаны 22 земельных проектов. Балхарская полиция набирает помощников. Попасть в ряды добровольцев может любой желающий от 18 лет. Сегодня начался приём заявок в общественные формирования. Требования к будущим помощникам правоохранителей – отсутствие судимости и проблем со здоровьем. Он не должен состоять на учёте у нарколога и психиатра. Желающие следить за порядком в городе могут обратиться с заявлением и копией удостоверения личности в ОВД. В течение 30 дней полицейские проверят биографию. Подходящих по всем параметрам примут в ряды. Им выдадут удостоверение общественного помощника и нагрудной знак. Прибегать к помощи добровольцев будут во время усилений в праздники и во время рейдов по городу. Сейчас в общественном формировании местной полицейской службы Балхаша состоят 22 человека. Многие из них – ветераны-афганцы. Наиболее отличившиеся граждане будут поощрены благодарственными письмами, денежными премиями, а также иными поощрениями, определенными местными исполнительными органами. Меховая ярмарка от российской компании «Талон меха» – впервые в Балхаше. На выставке продажи во Дворце культуры можно найти шубу на любой вкус – из норки или мутона, классическую или ультрамодную. Приемлемые цены при высоком качестве. Подробности в сюжете. Жительница Балхаша Санья Дуанбекова примеряет мехам. 62-летняя женщина знает толк в шубах. Старенькую норку, которая давно вышла из моды, она решила заменить на новую и современную. Выбор пал на черный мутон. Решила, что пора купить новую шубу. Дети сказали, сделаю для меня подарок. Померила эту, черную из мутона. Понравилось. Сидит хорошо и качество отличное. Будем брать. Меха приехали в Балхаш из России. Производство пятигорской фабрики «Эталон меха». На рынке фирма уже 20 лет и влюбила в себя покупателей сочетанием качества, доступных цен и большого ассортимента. На выборы есть шубы из норки и мутона, парки и жилеты, классические и современные модели любого размера и цвета. Все по стандартам и с гарантией. Фабрика отшивает все шубы по стандартам, которые существуют. На определенную длину уходит определенное количество норок. Примерно где-то 40-50 штук норок. При этом шкурки не растягиваются, шкурки хорошего качества. Появляется модель 2018 года. Разнообразная цветовая гамма. Новые цвета появляются. Цвета графит, инфинити. Цены на изделие начинаются от 150 тысяч. Самая дорогая шуба – больше 700 тысяч тенге. При необходимости можно оформить рассрочку или кредит. Выставка проходит во Дворце культуры. Пробудут у нас российские меха до 11 февраля. Быстрее, выше и сильнее. Болгарские легкоатлетки стали чемпионками области. Дуэт наших спортсменок привез с турнира 4 медали. В копилке 2 золота и 2 бронзы. Первый комплект завоевала Дарья Жонусова. Для 15-летней легкоатлетки эти соревнования были первыми. Полтора километра она пробежала за 5 минут 59 секунд и стала третьей. Золото ей принес забег на 3 километра. Дистанцию девушка одолела за 13 минут 19 секунд. Очень сильно волновалась. Потому что это были мои первые соревнования. Меня устроил этот результат. Но я хочу добиться еще больше результатов. Такой же результат у Карины Кадырмановой – прошлогодняя чемпионки области. Только выступала 14-летняя легкоатлетка в прыжках в старшей категории, чтобы проверить свои силы перед другими соревнованиями, которые пройдут на следующей неделе. В длину спортсменка прыгнула 5 метров и 4 сантиметра. Этот результат принес ей золото. В тройном прыжке она стала третьей с показателем 10 метров и 63 сантиметра. Это все новости вторника. Я прощаюсь с вами до завтра. Как обычно, в будни выпуск начнется в 20.15. Всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова